Повестка дня сегодняшнего заседания у нас на повестке один вопрос. Это защита кандидатской диссертации Рязановой Марии Александровной. Тема правовые аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества по использованию и охране от загрязнения трансграничных водотоков. Слово по личному делу соискатель предоставляет ученому секретарю Данильяну Андрею Андреевичу. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, представлено дело Рязановой Марии Александровны, 1986 года рождения, родилась в городе Москве, является гражданкой Российской Федерации. В 2008 году Рязанова Мария Александровна с отличием окончила юридический институт Московской государственной академии водного транспорта, где получила квалификацию юриста по специальности юриспруденция. В декабре 2010 года поступила в заочную аспирантуру дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, которую закончила в 2016 году. С 2008 года по настоящее время работает в правовом департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации в должностях секретаря-референта, с 2010 года АТАШЕ, с 2013 года в должности третьего секретаря и с 2015 года в должности второго секретаря. Имеет дипломатический рамк второго секретаря первого класса. Представлен отзыв ведущей организации, два отзыва официальных оппонентов, а также представлены другие документы, которые позволяют нам приступить к защите данной работы. Все представленные документы соответствуют положению о порядке присуждения ученых степеней, а также положению о Совете по защите диссертаций на соискании ученой степени доктора наук и ученой степени кандидата наук. Имеются ли вопросы по делу соискателя? Вопросов нет. Спасибо, Андрей Андреевич. Марья Александровна, вам слово для краткого изложения основного содержания вашей работы, ну, в пределах 10-15 минут. Пожалуйста. Уважаемый господин председатель, уважаемые члены диссертационного совета, коллеги. Вашему вниманию представлена диссертационная работа на тему правовые аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества по использованию и охране от загрязнения трансграничных водотоков. Актуальность данной работы связана с происходящим глобальным дефицитом водных ресурсов и ухудшением состояния значительного числа трансграничных водотоков. Указанные процессы обусловили необходимость решения задач по рациональному использованию трансграничных водотоков, комплексному управлению ими и защите их от загрязнения. Особое внимание со стороны мирового сообщества уделяется поиску взаимоприемлемых решений для государств по этим вопросам, что в частности подчеркнуто в соответствующих документах Организации Объединенных Наций. В этой связи возникает необходимость обеспечения интересов государств по защите их водных ресурсов, в том числе путем разработки эффективных международно-правовых механизмов многостороннего и двустороннего сотрудничества. Основной целью такого сотрудничества в части несудоходного использования является обеспечение справедливого баланса интересов государств, расположенных в верхнем и нижнем течении трансграничных водотоков, а также гарантия от возникновения возможных негативных последствий загрязнения. В последние десятилетия эта проблема рассматривалась рядом международных организаций, были приняты многосторонние конвенции, заключены региональные и двусторонние соглашения, развитие и совершенствование которых в настоящее время продолжается путем разработки и принятия протоколов, а также создания институциональных механизмов, в частности по таким важным вопросам, как содействие соблюдению. Указанные обстоятельства повышают актуальность научного осмысления новейшей международной практики и разработки научно обоснованных рекомендаций в целях совершенствования международного правового регулирования в рассматриваемой области международных отношений. В диссертационном исследовании нашли свое отражение следующие основные и наиболее актуальные проблемы. Прежде всего, следует отметить, что для цели настоящего диссертационного исследования был проведен всесторонний анализ доктрин несудоходного использования трансграничных водотоков. В историческом контексте рассмотрена концепция международного водосборного бассейна, нашедшая свое отражение в разработанных ассоциациях международного права в правилах использования вод, международных рек или хельсинских правилах. Большая часть анализа проведена на основе генезиса и последующего развития международно-правовых норм в исследуемой области. Межгосударственное сотрудничество в области использования и охраны от загрязнения трансграничных водотоков эффективно осуществляется на основании международных договоров. Поэтому, наряду с анализом норм обычного международного права, проведем всесторонний анализ норм, составляющих содержание современного договорного международного права регулирования в исследуемой области отношений. И перспектив такого регулирования на универсальном, региональном и двустороннем уровнях. Первым многосторонним международным договором, объектом регулирования которого является непосредственно несудоходное использование трансграничных водотоков, является Конвенция организации объемных наций о праве несудоходных видов использования международных водотоков, принятая в 1997 году. В положениях этого универсального договора нашли свое развитие и конкретизацию как принципа международного водного права, так и новеллы, которым в частности относятся обязательства по предуведомлению о планируемой деятельности. Конвенция вступила в силу лишь с пути 17 лет после ее принятия в 2014 году, что может быть связано в том числе со сложностями в практической реализации указанного конвенционного механизма. Обязательство уведомляющего государства не осуществлять и не санкционировать осуществление планируемых мер без согласия уведомляемого государства, а также в требовании предпринять ряд обязательных процедур, осуществление которых может затянуться до полутора лет и повлечь существенные финансовые затраты. Принимая во внимание, что Конвенция ООН разрабатывалась как рамочное соглашение, однако, учитывая, что процесс ее вступления в силу затянулся, формирование комплекса международных правовых норм в рассматриваемой области осуществлялось в первую очередь на региональном уровне. Одной из основных целей регионального международного правового регулирования является, как было отмечено, достижение баланса в соблюдении интересов между государствами, расположенными в Верховьях и Низовьях трансграничных водотоков. Новые виды водопользования со стороны государств Верховья неизбежно сказываются на возможностях потребления государств Низовья, а также сопряжены с риском загрязнения. В рамках проведенного исследования на примере международных договоров, разработанных в рамках Европейской экономической комиссии ООН и в регионе Центральной Азии, детально проанализирован опыт сотрудничества в области использования и охраны загрязнения трансграничных водотоков в регионах, входящих в сферу российских внешнеполитических интересов. Отличительной чертой европейского сотрудничества является нарастающий глобальный охват природоохранных конвенций ЕКОН. Так, к некоторым из них в настоящее время могут присоединиться государства-члены ООН, не входящие в европейский регион, что позволяет обеспечить правовую основу для более эффективного сотрудничества государств в отношении трансграничных водотоков при регулировании и использовании крупных водосборных бассейнов. К наиболее важным принципам международного водного права, нашедшим свое нормативное закрепление в рассмотренных в представленном исследовании и конвенциях ЕКОН, отнесены принципы непричинения вреда, раскрывающиеся через общее обязательство по предотвращению, ограничению и сокращению трансграничного воздействия, принцип «загрязнитель платит», принцип «сотрудничество», принцип «мерного разрешения водных споров». Одновременно в диссертационном исследовании предлагается зафиксировать в разрабатываемых международных договорах принцип устойчивости, согласно которому использование водных ресурсов трансграничных водотоков должно осуществляться без ущерба для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения. Российская Федерация в настоящее время является участником двух из четырех природоохранных конвенций ЕКОН, положение которых применимо к регулированию всего комплекса правоотношений по несудоходному использованию и охране от загрязнения трансграничных водотоков, а именно Конвенции по охране использования трансграничных водотоков и международных озер Хельсинская конвенция 1992 года и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 года. Проведенное в настоящей диссертационной работе исследование позволило в целях формирования российской позиции в отношении трансграничных водотоков. Во-первых, оценить международно-правовые последствия присоединения России к Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков, в том числе на основе проведенного сравнительно-правового анализа конвенционных обязательств Хельсинской конвенции, в которой Российская Федерация участвует, и Конвенция ООН, а также детального рассмотрения обязанностей направления предоведомления о планируемой деятельности. Во-вторых, сформулировать предложения по формированию российской позиции в отношении возможного участия в природоохранных международных договорах ЕЭК и ООН в области водопользования, в частности в Конвенции ЭСПО об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и протоколе к ней по стратегической и экологической оценке, а также в Конвенции о доступе к информации о участии общественности в процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды Орховской конвенции. В исследовании приведена детальная правовая оценка как положительных, так и возможных негативных последствий от присоединения России к этим региональным договорам. Рассмотрение опыта регионального сотрудничества в Центральной Азии показало, что одной из основных причин сохранения конфликтного потенциала в регионе является нерегулированность проблемы водопользования. Созданный институциональный механизм Международный фонд спасения Орала, состоящий из трех организационных структур, не позволяет эффективно урегулировать комплекс проблем, связанных с совместным использованием водных ресурсов трансграничных водотоков в бассейне Оральского моря, однако в то же время способствует привлечению внимания мировых финансовых институтов к оральской проблеме. При этом следует отметить, что создание региональной организации не привело к формированию системы международных договоров в пятистороннем формате. Намерение государства совершенствовать структуру фонда и договор на правовую базу сотрудничества было зафиксировано еще в 2009 году в совместном заявлении глав государств региона, однако до настоящего времени такое намерение не реализовано. В этой связи проанализирована возможность заимствования европейского опыта международного правового сотрудничества для урегулирования основных проблемных аспектов в области водопользования в регионе Центральной Азии. Так, в частности, в диссертационном исследовании предложено использовать модель институциональных механизмов ЕКОН для реформирования структуры Международного фонда спасения Орала, а также оценены перспективы возможного присоединения государств региона к природоохранным конвенциям ЕКОН. Исследование опыта двустороннего сотрудничества осуществлено в диссертации на примере действующих двусторонних договоров России с определями государствами. Являясь стороной Хельсинской конвенции, у Российской Федерации заключены договоры со всеми прибрежными государствами. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что сторонам такого двустороннего сотрудничества удается совместными с коорнированными действиями реализовать бассейновый принцип регулирования режима трансграничных водотоков, двигаться по пути экологически обоснованного и рационального регулирования и сохранения водных ресурсов. По результатам проведенного исследования авторам разработана модель основных положений двусторонних договоров. Рекомендовано использовать в них термина «трансграничный водоток», закрепив в качестве одного из принципов сотрудничества принцип устойчивости использования водных ресурсов. Кроме того, в диссертационном исследовании предложены основные положения международного правового режима сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. В процессе исследования изучены общепризнанные принципы международного права, специальные принципы в рассматриваемой области, международные правовые обычаи, международные универсальные и региональные договоры, двусторонние соглашения о сотрудничестве в области использования и охраны трансграничных водотоков с участием иностранных государств и Российской Федерации, а также акты неправительственных и правительственных международных организаций, законодательные и иные нормативно-правовые акты России, решения международных судебных органов, решения судов иностранных государств, монографии, учебники и научные статьи отечественных и иностранных авторов. Следует отметить, что результаты диссертационного исследования были опробированы и применены на практике в деятельности Минприроды России и МИД России, о чем свидетельствуют соответствующие акты о внедрении диссертации. В частности, при разработке Межправительства Российско-Азербайджанского соглашения о рациональном использовании и сохранении водных ресурсов трансграничной реки Самур, а также предсоставлении проекта Межправительственного Российско-Казахстанского соглашения по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. При формировании российской позиции на 100 сессии совещаний сторон Хельсской конвенции при принятии решений об оказании поддержки осуществлению и о присоединении стран, не являющимися членами ЕКОН. В процессе формирования позиции России относительно ее участия в многосторонних международных договорах в области несудоходного использования и охраны от загрязнения трансграничных водотоков. Выводы, сформулированные по результатам проведенного исследования, были использованы при подготовке предложений российской делегации в ходе работы Совета по правовым вопросам Хельсинской конвенции при формировании ее институционального механизма Комитета по осуществлению в практическую деятельность в качестве члена российской межправительственной делегации в шестой и седьмой сессиях совещания сторон Хельсинской конвенции в процессе участия в качестве эксперта Российской Федерации в Совете по правовым вопросам Хельсинской конвенции. Основные положения диссертационного исследования представлены в трех статьях в опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных высшей аттестованной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Выводы и практические рекомендации изложены в автореферате. Разрешите, пожалуйста, его не зачитывать. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Александровна. Прошу вопросы. Профессор Глебов Игорь Николаевич. Уважаемая Мария Александровна, у меня, если можно, три вопроса. Можно? Ну, четыре тоже можно. Нет, ну, если вы скажете один. Пожалуйста, пожалуйста, да. Первый вопрос. По пункту первому положению, выносимых на защиту. Одну выручку. Берите карандашик и есть все, записывайте. Пожалуйста, извините. Итак, первое положение, выносимое на защиту. Вы пишете, международное водное право представляет собой. И дальше включаете в него речное право, экологическое право. А вот спрашивается, а озерное право где? А ручейковое, в конце концов? Почему вы сужаете и морское тем более? Оно же тоже водное. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Давайте третий, а потом второй найдете. Нет, я хочу найти, где вы это в кавычках термин употребляете. Верховье и низовье. Это в каком у вас, я забыл? В пятом пункте. В пятом пункте, в кавычках, вы включаете, вы как юрист, работающий в правовом департаменте, очевидно, будете эти термины в нормативную документацию вписывать. Так я хотел бы спросить. Верховье и низовье, а чем вам не нравятся исток и ушти? Вопрос закончен. Все, собственно, третий я не буду задавать. Спасибо. Да, профессор Толмачев. Толмачев, член Совета. Мария Александрович, у меня вопрос к вам совершенно по прикладному значению вашей диссертации. Тема необыкновенно актуальна, я надеюсь, дискуссия это подтвердит. Мой вопрос заключается в следующем. Самая злободневная ситуация, относящаяся к теме диссертации, строительство гидростанций монголами, которая, по сути дела, лишит Байкал достаточности пополняемых водных ресурсов. Вопрос заключается в следующем. Вы рассматриваете эту ситуацию в своей диссертации? Спасибо. Еще профессор Рыбаков, Юрий Михайлович. Микрофончик включите, пожалуйста. В чем суть концепции комплексного управления водными ресурсами? И второй, есть вопрос еще второй. Какие недостатки в управлении водными ресурсами в Средней Азии создают проблемы серьезные между странами этого региона? И каковы, по вашему мнению, могли бы быть какими меры, которые позволили бы решить эти проблемы? Спасибо. Спасибо. Еще вопросы. Профессор Капустина Анатолий Яковлевич. Спасибо. Мэри Александровна, я тоже хотел бы, как и профессор Глебов, по первому вопросу, но о несколько другом аспекте. У вас работа называется «Правовой аспектом многостороннего и двустороннего сотрудничества по использованию и охране от загрязнения трансграничных водотоков». Согласен полностью с тем, что водное более широкое понятие, чем трансграничные водотоки. Там много возникает на самом деле вопросов, не буду останавливаться. Но может быть, вот в порядке дискуссии, или как вы считаете, не подходит, не подходит, не подходит, не международное водное право, а международное право трансграничных водотоков, так и назвать его. Да, вот что вы по этому поводу думаете. И вот по шестому тоже, но низловие Верховья как-то меня не очень взволновали. Вот у меня другой вопрос. Во-первых, вот почему эта центрально-азиатская проблема вдруг стала вот частью вашего положения выносимого на защиту? Насколько я понимаю, там ситуацию, которая там сложилась, она очень конкретная, да, политическая, там, внешнеполитическая и прочее. Там все-таки проблема не в том, что они что-то не понимают или хотят какой-то договор особый разработать, а в том, что они просто не хотят вообще проблему. Государство, я имею в виду, центрально-азиатское, они не хотят. Вот я с разными представителями разговаривал, это не правительственное, это как бы ученый мир, да, другой уровень. Но у них то же самое, а зачем, если нам не идут на компромиссы? Поэтому вот это вот предложение, что они использовали это, так сказать, на какое-то будущее, или все-таки там нужно действительно какие-то искать рычаги, там, воздействия, куда-то их вовлекать, там, какие-то организации и прочее? Спасибо. Еще вопросы? Да. Можно? Профессор Велименов. Я с интересом выслушал сообщение диссертанте о своей работе, оно производит хорошее впечатление, а вот автореферат такого впечатления не производит. Я вот возвращаюсь к самому первому вопросу, вот первый вопрос, берем. Международное годное право представляет собой формирующийся комплекс международных норм и так далее. Ну какое же это международное право, которое еще только представляет собой формирующийся комплекс норм? Это, так сказать, вопрос по существу, если хотите. А теперь по форме, и это относится не только к первому пункту, а и к последующим пунктам. Ну вот первый пункт я практически зачитал. Международное право представляет собой то-то, то-то. Ну а в чем вклад диссертант в это понятие? Она согласна, или это она доказала, что это формирующийся? Не видно это из автореферата? Второй вопрос, то же самое. Анализ доктрин и так далее свидетельствует о том-то и о том-то. Но это анализ, чей анализ? И о чем он свидетельствует так, что это является положением, выносимым на защиту? Это касается по существу и последующих вопросов. Наверное, здесь, так сказать, не столько даже вопрос, сколько упрек, может быть, к нам, как к диссертационному совету, который, наверное, предварительно одобрял эту, значит, диссертацию к защите. Вот поэтому, а вопрос, если уж к вопросам обращаться, заключается в том, что вот все-таки как вы, так сказать, объясняете вот такие положения, выносимые на защиту, в которых не видно вашего вклада личного? Спасибо. Еще вопросы есть? Нет вопросов? Тогда, Мария Александровна, у меня будет предложение, если вы его примете, то мы так и поступим с согласием членов диссертационного совета. Я бы предоставил сейчас слово ученому секретарю для зачтения замечаний, имеющихся в отзыве официального оппонента и тех замечаний, которые содержатся там, скажем, в отзывах на автореферат и так далее. А вы в это время посидите, поготовитесь к ответам на вопросы, вот там, за тем столом, и потом ответите сразу на вопросы, которые были заданы уважаемыми членами диссертационного совета и те на вопросы и замечания, которые содержатся в названных документах. Пожалуйста, Андрей Андреевич. Спасибо, Сергей Алексеевич. На диссертацию поступил отзыв научного руководителя, который я зачитывать не буду, поскольку это необязательно, отзыв положительный. Помимо этого, имеется отзыв ведущей организации... Согласны с тем, чтобы не зачитывать отзыв, да? Нет, пожалуйста. Имеется отзыв ведущей организации Московского государственного института международных отношений, Министерства иностранных дел. Отзыв подписан заведующим кафедрой международного права доктором юридических наук профессором Валикжанином и утвержден проректором по научной работе профессором Кожокиным. Отзыв на диссертацию положительный. Вместе с тем, как отмечается в отзыве, имеются у ведущей организации некоторые замечания по диссертации. В частности, в отзыве отмечается, что соискателем вовлечены в диссертационные исследования не все опубликованные отечественные международно-правовые труды, которые, несомненно, имеют значение для данной разработанной диссертантом темы. Также в отзыве говорится о том, что в тексте диссертации дано неполное название двухтомного труда Казанского. Автор в диссертации в основном пишет о международно-правовом регулировании несудоходного использования международных водотоков, но в названии всех трех глав такого уточнения нет. В этих названиях говорится вообще об использовании трансграничных водотоков. Использование трансграничного водотока, как отмечает ведущая организация, может быть и судоходным, не только несудоходным. Других замечаний не имеется, как я сказал, отзыв положительный. Помимо этого, на автореферат диссертации поступили 9 отзывов. В частности, отзыв представлен Пограничной академией Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подписан начальником кафедры номер 14, кандидатом юридических наук доцентом Вениченко. Отзыв положительный, замечаний на автореферат отзыв не содержит. Имеется отзыв главного научного сотрудника Института государства и права Российской Академии наук, доктора юридической наук Шинкарецкой. Отзыв также положительный. При этом говорится о том, что основным форматом регионального сотрудничества являются совместные органы с развитой системой и социальных механизмов. Направление их деятельности определяется за месяц от географического и исторического контекста фермера ранее. И в этом контексте предлагается дать некоторое пояснение диссертанту. Других замечаний нет. Имеется в администрационном деле также отзыв, который подписан заведующим кафедрой теории государства и права Северокавказского института Министерства юстиции Российской Федерации. Отзыв положительный. Однако, несмотря на это, в отзыве отмечаются некоторые замечания. В частности, некоторые предложения, по мнению заведующего кафедры, представляются спорными и недостаточно аргументированными, и что нуждается в дополнительном обсуждении в ходе защиты диссертации. В частности, требуется дополнительных авторских пояснений в вопрос о соотношении норм российского права и заключаемых международных соглашений. В автореферате, по мнению лица, который дал отзыв, данная проблема фактически не раскрыта. Также представлен отзыв Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования, военный учебно-научный центр военно-морского флота, военная морская академия имени адмирала Кузнецова. Этот отзыв подписан доцентом кафедры Международного морского права Академии Новоселова. Отзыв положительный. Имеется два замечания. В частности, отмечается, что седьмое положение, которое выносится на защиту диссертантам, хотя и является выражением защиты национальных интересов при осуществлении международного сотрудничества Российской Федерации в области использования и охраны от загрязения разграниченных оттоков, однако не обладает четкостью юридической проработки сформулированного предложения. И также говорится, что часть идей, предложенных диссертантам, не связаны с решением правовых и доктринальных проблем, а носят больше организационный или управленческий характер. Имеется также отзыв Института Дружбы Народов Кавказа, который подписан заведующим кафедрой философских, гуманитарных и естественных научных дисциплин международных отношений и международного права Коробкиным. Отзыв положительный. В то же время отмечаются такие недостатки работы, вернее, некоторые замечания. В частности, в отзыве говорится, что у истока формирования международного водного и международного речного права лежат одни и те же доктрины, на основе которых сформировались общие для обеих отраслей принципы, такие как принципы сотрудничества, справедливого и разумного использования. В связи с этим представляется, что к числу общих принципов можно добавить принцип равенства государств водотока в использовании его ограниченных водных ресурсов и исключения и привилегий какого-либо из этих государств. Говоря об основных обязательствах международного водного права, диссертант корректно отмечает два из них – справедливое и разумное использование, не причинение значительного вреда. Следовало бы упомянуть также о зарождающемся и набирающем нормативную мощь обязательствах охраны экосистем международных водотоков. Представлю также отзыв заведующего кафедры конституционного и международного права военного университета, кандидата юридических наук Андрея Федоровича. Отзыв также положительный, замечаний отзыв не содержит. Имеется отзыв Астраханского государственного технического университета, подписанного заведующим кафедрой Теории и истории государства и права Женусова Отзыв положительный Наряду с достоинствами, которые отмечены в отзыве, отмечаются и спорные моменты, которые требуют уточтения со стороны автора. Так, по мнению лиц, которые предоставили отзыв, вряд ли верным является утверждение соискателя о том, что сложности при выражении государственной согласия на обязанность для них конвенции 1997 года связаны только с закреплением в ней обязательствам по предуведомлению о планируемых мерах. Также представлен отзыв Заведующего кафедрой правоведения Московского государственного института культуры Алешкин подписал заведующей кафедрой Отзыв положительный Но по мнению заведующего кафедры В работе не в полной мере нашла отражение проблема фрагментации международного права В рамках активного развивающейся отрасли международного экологического права Это все отзывы и все замечания, которые в этих отзывах представлены Спасибо, Андрей Андреевич Майористан, Вам слово для ответа на вопросы членов диссертационного совета и на те замечания, которые огласил Андрей Андреевич Пожалуйста Спасибо, господин председатель Я благодарю уважаемых членов диссертационного совета за поступившие вопросы И тогда начну, если позволите, с вопроса о международном вводном праве Прежде всего, следует отметить, что для цели настоящего диссертационного исследования был проведен всесторонний анализ основных этапов развития международного сотрудничества в области совместного использования пресных вод доктрин несудоходного использования трансграничных водотоков Проанализированы основные, разработанные в рамках Ассоциации международного права и Института международного права документы в данной области материала Комиссии международного права, а также исследовано развитие предмета правового регулирования международного водного права. Следует отметить, что зарубежная доктрина не ставит своей целью определение международного водного права в качестве отрасли международного права. Так, например, среди тем, рассматриваемых на настоящее время Комиссии международного права, фигурируют Law of Non-Navigational Uses of International Water Sources и Shared Natural Resources – Law of Transboundary Equifers. И, соответственно, как сейчас в своей речи уточнил Анатолий Яковлевич Капустин, почему нельзя говорить о международном праве трансграничных водотоков. В принципе, зарубежные авторы, например, такие, как Стивен Макафрин, спецдокладчик ООН при разработке Конвенции о праве несудоходных видов использования трансграничных водотоков, в своих трудах говорит о том, что существует... Я прошу прощения, что существует право несудоходных видов использования именно международных водотоков, поскольку он готовил материалы комиссии по представлению указанной конвенции и доказывает существование в таком наименовании. Но при этом это не умаляет тех авторов, которые пишут именно о международном водном праве. Вопрос о месте международного водного права в системе международного права, о признании или не признании его в качестве отрасли, сводится, по мнению диссертанта, к проверке соответствия этой правовой общности критериям деления международного права на отрасли. А если основным критерием признается предмет правового регулирования, то при доминировании несудоходного использования им является трансграничный водоток. В современном международном праве приоритетной целью регулирования отношений становится достижение устойчивости использования, оптимальности управления водными ресурсами в их целостности, с учетом многообразия видов несудоходного использования и обеспечения защиты от загрязнения. В качестве дополнительных критериев при выделении отрасли используется заинтересованность государств и международного сообщества в самостоятельном регулировании данного комплекса отношений, наиболее отчетливо проявляющихся в кодифицированной деятельности и достаточно обширный объем существующих международно-правовых норм. Международное водное право базируется на Конвенции ООН, вступившей в силу в 2014 году, а также получившей глобальный охват Хельсинской Конвенции наряду с системой региональных и двусторонних международных договоров. Во-вторых, критерием дополнительным считается большое международное значение данного круга общественных отношений. В области международного водного права к таким мероприятиям можно отнести регулярно проводимый Всемирный водный форум, а также целый ряд мероприятий по линии ООН, таких как Водный саммит, Всемирный саммит устойчивого развития, Международное десятилетие действий «Вода для жизни», глобальная консультация по воде и другие. В-третьих, наличие специальных принципов. Вопрос о существовании специальных принципов в случаях основы международного водного права не так однозначен. Среди основных, нашедших свое отражение в рассмотренных диссертациях договоров, можно выделить принцип сотрудничества и мирного разрешения международных споров. К специальным принципам можно отнести справедливое и разумное использование, а не причинение вреда, загрязнитель платит, а также принцип устойчивости. При этом способствовать рациональному использованию трансграничных водотоков прибрежными государствами позволяет лишь комплексная реализация указанных принципов. Следует отметить, что поскольку международное водное право, включая в себя международное право о регулировании вопросов охраны водных ресурсов, оно тесно связано с международным экологическим правом. Так, например, принципы, закрепленные в Конвенцию ООН, в частности, ненанесение значительного ущерба, а также загрязнитель платит, характерны для международного экологического права. Таким образом, международное водное и международное экологическое право дополняют друг друга для защиты окружающей среды, а применение экосистемного подхода на практике служит выполнению цели развития тысячелетия. Если позволите, то я перейду ко второму вопросу по региону Центральной Азии. Безусловно, существующий конфликт интересов в режимах и видах использования трансграничных водотоков в Центральной Азии носит комплексный характер и не ограничивается сугубо разногласиями между странами нижнего течения Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, которые стремятся сохранить ирригационный режим стока рек Амударья и Сырдарья. Тогда как государства верхнего течения, Кыргызстан и Таджикистан, считают такой режим экологически и социально невыгодным. Как я уже упоминала, создание институционального механизма под эгидой Международного фонда спасения Орала не привело к эффективному регулированию указанной проблемы. Существующие инструменты регионального регулирования относятся к ряд международных договоров. Это соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления использованием охраны водных ресурсов. Это соглашение о совместных действиях по решению проблемы Аральского моря при Орале. И соглашение о статусе Международного фонда спасения Орала. При этом в 2006 году была предпринята попытка урегулирования этой проблемы впоследствии заключения рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии. Но этот Международный договор в силу не вступил. Функции временного секретариата до присоединения Казахстана и Республики Узбекистан выполняет ЮНЕП. Конвенция является рамочным договором и предполагает создание институциональных механизмов конференции сторон, постоянно действующих секретариатов. И с ее вступлением в силу при сохранении Международного фонда спасения Орала в регионе может возникнуть параллельно существующая структура с дублированием ряда функций, чего, безусловно, хотелось бы избежать. Второе, вызывающее озабоченность элементы, это проект документа, который был предложен государством Центральной Азии региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Достижение и поддержание справедливого и разумного баланса в использовании общих водных ресурсов в бассейне Аральского моря. Предложение по модернизации нормативно-правовой базы регулирования, трансграничными водными ресурсами бассейна Аральского моря. Предполагается вовлечь в решение проблемы водопользования нового игрока, Афганистана. И по понятным причинам этого по-политическим следовало бы избежать. По итогам проведенного исследования была высказана рекомендация государством Центральной Азии, являющимися в то же время государственными членами ЕКОН, но в настоящее время не в достаточной мере участвующими в ее природоохранных инструментах присоединиться к существующим моделям оригинального сотрудничества ЕКОН, поскольку в настоящее время лишь Казахстан является стороной всех четырех природоохранных конвенций, разработанных в рамках ЕКОН. Данное обязательство является производной двух фундаментальных норм международного водного права. Обязательство не нанесения значительного вреда и справедливого и разумного использования, которое постепенно утверждается действительно в качестве самостоятельного обязательства. К примеру, в решении арбитражного суда касательно договора 1960 года по вводам реки Инд между Пакистаном и Индией, суд, рассматривая вопрос о правомерности строительства и эксплуатации гидроэлектростанции Кишинганга, строящейся Индии, расположенной в подконтрольных Индии территориях, констатировал, что обязательство поддержания минимального стока в реке при эксплуатации гидроэлектростанции Кишинганга вытекает из обычного международного экологического права, положение которого должно соблюдаться сторонами даже в отсутствии специальных предписаний в договоре. Указанное обязательство в российской договорной практике встречается, в частности, в соглашении с Азербайджаном по трансграничной реке Самур, где зафиксированы обязательства по обеспечению минимального стока и экологического попуска. Если переходить к вопросу о соотношении норм российского права и заключаемых международных договоров. Данный вопрос детально освещен в диссертационном исследовании в контексте перспектив присоединения России к природоохранным конвенциям ЕКОН. В частности, став стороной конвенции ЭСПО, Россия будет связана всеми обязательствами, вытекающими из ее положения, и будет обязана их добросовестно выполнять. Так, например, в российском законодательстве в настоящее время отсутствует процедура по проведению оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, а подобная оценка происходит только на национальном уровне. И в этой связи присоединение к конвенции потребует определения порядка гармонизации российского законодательства к конвенционным требованиям. Внесение изменений в закон об окружающей среде, где потребуется закрепить понятия «транзграничное воздействие на окружающую среду», а также установить требования по проведению трансграничной оценки воздействия на окружающую среду и возможности проведения консультации с прибрежными трансграничными водотоками по документации о возможном значительном трансграничного воздействия планируемой деятельности. Потребуется также отнести к объектам государственной экологической экспертизы перечни видов деятельности и объектов, подлежащих проведению оценки воздействия в трансграничном контексте. Кроме того, на уровне акта правительства следует закрепить все вышеуказанные обязательные и факультативные этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду. Вопрос, который в отзывах на автореферат, если к ним переходить, то в отзыве о широком участии общественности в деятельности по защите и несудоходному использованию трансграничных водотоков. В диссертационном исследовании вопрос об участии общественности раскрывается на примере европейского регионального сотрудничества. В анализируемых конвенциях ЕКОН прежде всего зафиксированы обязательства для участвующих сторон, но установлены при этом права общественности, в частности на доступ к экологической информации и участие общественности в принятии решений. В Хельсинской конвенции стороны обеспечивают информирование общественности о состоянии трансграничных вод, включая целевые показатели, разрешения и результаты взятия проб, воды и стоков в принимаемых и планируемых мерах. Конвенция о промышленных авариях обязывает стороны обеспечивать предоставление надлежащей информации общественности в районах, в которых могут быть затронуты аварии, произошедших в результате опасной деятельности. Но дальше остальных в данном вопросе идет Орховская конвенция, в положениях которых увязывается охрана окружающей среды с нормами в области защиты прав человека, в том понимании, что экологические права являются наравне с другими неотъемлемыми правами человека. Если в большинстве случаев многосторонние соглашения в области окружающей среды охватывают обязательства, которые стороны несут друг перед другом, то Орховская конвенция охватывает обязательства, которые стороны несут именно перед общественностью. В ряде конвенционных положений закреплены обязательства сторон и государственных органов перед общественностью в части доступа к информации, участия в процессе принятия решений и доступа к правосудию. Доступ к информации определяется посредством двух компонентов. Во-первых, право общественности запрашивать информацию о государственных органах, а во-вторых, право общественности получать информацию и обязательства органов собирать и распространять информацию, представляющую общественный интерес, независимо от наличия такого запроса. Необходимость обеспечения доступа к правосудию придаёт принудительный характер реализации доступа к информации и обеспечению участия в рамках внутренних правовых систем и укрепляет механизм обеспечения соблюдения внутреннего законодательства в области охраны окружающей среды. Я так помню, что да. Если ещё что... Спасибо. Игорь Николаевич, Вы получили ответ на Ваш вопрос? Не получил в том-то и дело. Я поэтому как-то так волнуюсь. Всё, всё, всё. Пожалуйста. Ещё один вопрос в связи с этим. Во-первых, так сказать, я не потому, что очень волнуюсь насчёт терминов верховья, низовья. Я просто вспомнил, что недавно у нас президент проводил совет по русскому языку. И он сказал, если есть русскоязычные слова, то зачем же в нормативных актах писать иностранное или какие-то вообще непонятные в кавычках. Вот. И вопрос в связи с этим у меня возник. Вы всё время ссылаетесь на иностранный опыт, на, так сказать, очень хорошо, так сказать, цитируете представителей зарубежных государств. Но меня интересует, вот, каков результат Вашей диссертации для национальных интересов России? Сколько трансграничных водотоков по границе России, которые бы, так сказать, Вы с помощью правового регулирования обустроили, облагородили, и от этого бы наша страна бы получила выгоду своим национальным интересам? Вот, как бы, вот тогда вот третий вопрос у меня, он назревал. Ну, я не хотел его задавать, но так получилось. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Игорь Николаевич, за вопрос. По поводу того, какие были сделаны наработки для российской позиции. Я могу смело Вам озвучить, что в работе на основании проведенного сравнительно-правового анализа обязательств Хельсинской конвенции, в которой Российская Федерация участвует, и Конвенция ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков 1997 года, высказаны рекомендации по необходимости дополнительной оценки имеющегося опыта сотрудничества государства в рамках Конвенции ООН перед тем, как будет приниматься решение о возможном к ней присоединении Российской Федерации, поскольку вызывает озабоченность зафиксированное в Конвенции ООН обязательство о предуведомлении о планируемых мерах, поскольку это обязательство в временном преломлении, его реализация занимает до полутора лет. Государство водотока, прежде чем осуществить или санкционировать осуществление планируемых мер, которые могут иметь значительные неблагоприятные последствия для других государств водотока, направляет им уведомления с тем, чтобы уведомляемые государства могли оценить возможные последствия такой деятельности. Таким образом, конвенционный механизм сводится к обязательному предуведомлению, предоставлению уведомляемым государством срока до года для его оценки и сотрудничеству с уведомляемыми государствами с предоставлением любых дополнительных данных. И дальше, также одним из обязательных элементов механизма является консультация и переговоры с целью достичь справедливого урегулирования ситуации. И при этом четко зафиксировано обязательство уведомляющего государства не осуществлять и не санкционировать осуществление планируемых мер. Извините, я понял, я снимаю свои вопросы. Я прошу прощения, если вы озвучили их и я могу на них ответить, то мне все-таки хотелось бы продолжить. Вопрос снят. Еще есть какие-то... Вы знаете, случайно в 2015 году я был в Китае, в Циндао, там был первый российско-китайский арктический форум, так он назывался. Вот. И там, ну, были и кулуарные разговоры, не только официальные, с трибуны. И я спросил главу китайской делегации, а вот есть пограничная река между Россией и Китаем. Так вот, на китайской стороне там у вас промышленные предприятия, где совершенно не соблюдают окружающую среду и сливают туда. А у нас на российском берегу дохнут, что называется, и лошади, и прочие люди болеют. Не считаете ли вы, что вот эта ситуация, это не внутреннее, не чисто внутреннее дело Китая? Что это вообще надо посмотреть с точки зрения, а есть ли такие дела, которые находятся внутри территории государства, но не внутренние дела? Он мне ответил, извините, мы сюда задумался, вот, помедлил с ответом, но ответил так, вы знаете, мы сюда приехали Арктику обсуждать. Я не готов вам ответить. Я просто так, между медь. Вопроса нет? Если позволите, да, по нашему двустороннему взаимодействию с Китаем, как раз соглашение в 2008 году двустороннее с Китаем по совместному управлению трансграничными водотоками было заключено после состоявшейся большой аварии и произошедшего загрязнения, имеющегося между Россией и Китаем, трансграничного водотока реки Амур. И в настоящее время действует специально созданный институциональный механизм, это совместная комиссия по управлению трансграничными водотоками российско-китайской, в рамках которой и происходит урегулирование всех ситуаций, обсуждают эксперты на экспертном уровне, уровень предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, совместный мониторинг. Актуальным вопросом было также строительство обводного канала из реки Аргунь в озеро Хайлар. Эксперты российские исследовали и сам объект строительства, и состояние трансграничных водотоков при его реализации. Соответственно, держим на контроле данный вопрос. Спасибо. Спасибо. Если нет вопросов и нет возражений, переходим к обсуждению диссертации. Слово предоставляется доктору юридических наук, профессору кафедры международного права Московской государственной юридического университета имени Кутафина, Соколовой Наталье Александровне. Пожалуйста. Продолжение следует. 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 Темы представлены очень хорошо. Подробно рассмотрены конвенционные механизмы, отмечены их положительные проблемные стороны, которые влияют на эффективность сотрудничества. Институциональные договоренности проанализированы, но вместе с тем, что, на мой взгляд, вызывает все-таки сомнения и является дискуссионным. Во-первых, это определение международного водного права как межотраслевого комплекса международно-правовых норм, который в будущем может сформироваться как отрасль международного права. Во-первых, тогда не совсем ясно, чего сейчас недостает для того, чтобы международное водное право считать отраслью международного права. И, собственно, что это за комплекс норм, который сейчас еще формируется и какое место он занимает в системе международного права. Мне кажется, что с точки зрения системы международного права это не очень ясно. И второй момент. Мне кажется, что это все-таки немножко упрощенный подход, что вот достаточно предмета, достаточно того, чтобы какая-то конвенция универсально вступила в силу, и мы стали говорить о наличии отрасли международного права. Во-вторых, автору следовал пояснить, а как изменится предмет, вот то, о чем он говорит, международного речного права, международного экологического права при появлении такой отрасли, как международное водное право. С одной стороны, отсутствует четкое определение предмета. Почему? Потому что эволюционировало понятие международная река к понятию трансграничного водотока. С другой стороны, неясно, как соотносится необходимость охраны трансграничных водотоков от загрязнения со специальными принципами международного права окружающей среды. Кроме того, автор все-таки без внимания ставил вопрос о трансграничных, например, озерах, которые являются все-таки существенным таким объектом, которые относятся к трансграничным и охватываются понятием трансграничный водоток. Наконец, вопросы охраны от загрязнения, все-таки это более широкий термин, автор, может быть, следовало все-таки говорить о защите от загрязнения в том контексте, в котором это представлено в работе. Еще один момент. Некоторые критерии, к примеру, специальные принципы, они все-таки нуждаются в более весомых доказательствах. Диссертант носит предложение выделить в качестве специального принципа в области использования трансграничных водотоков и их охраны от загрязнения принцип устойчивости использования водных ресурсов трансграничных водотоков. Ну, понимаете, мне кажется, что специальный принцип, как категория, она не такая уж легкая категория в смысле доказательства ее существования. И все-таки специальные принципы, они играют особую роль. Поэтому, мне кажется, нужна была более весомая, что ли, аргументация того, что данная норма может рассматриваться в качестве специального принципа. И, опять же, нужно понимать специального принципа чего? Международного водного права. Далее. По мнению автора, один из основополагающих принципов международного водного права – это принцип справедливого и разумного использования, который проистекает из концепции равенства прав всех прибрежных государств, которые, в свою очередь, базируются на доктрине ограниченного суверенитета. Во-первых, вот это равное использование, и вообще вот это справедливое использование, оно очень интересно по конвенции сформулировано и как право государства, и как использовать водоток, и как обязанность сотрудничать по его защите и охране. И, конечно, основывать, на мой взгляд, доказательства признания ограниченного суверенитета только на том, что государства принимают в этой области международные обязательства, мне представляется недостаточным и вряд ли оправданным. Вот, исходя из данных замечаний, которые в большей степени, конечно, касаются теоретических моментов, я все-таки рассматриваю вот эти дискуссионные положения как некую возможность, или, может быть, как некий импульс для дальнейшего научного исследования со стороны автора в этой области. И я, в общем, никак не рассматриваю их как влияющие каким-то негативным образом на общую положительную оценку данного диссертационного исследования. Обоснованность и достоверность положений выводов соискателя подтверждается исследованием значительного объема источников. Основные результаты диссертации отражены в научных публикациях. Содержание автореферата раскрывает основные положения диссертации. И по тем всем моментам, с точки зрения и содержания, и формы, в соответствии с положением порядка присуждения ученых степеней, работа Марии Александровны Рязановой на тему правовые аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества по использованию и охране от загрязнения трансграничных водотоков является научно-квалификационной работой. В ходе исследования получены новые научно-обоснованные выводы и даны практические рекомендации, рекомендации практического характера. И общий вывод заключается в том, что диссертационное исследование соответствует требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней. И, соответственно, автор Рязанова Мария Александровна, на мой взгляд, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.0010, международное право, европейское право. Спасибо. Спасибо, Наталья Александровна. Пожалуйста, на вопросы. Ну, если какие-то там темы уже освещены вами в процессе ответа на вопросы, то, может быть, нет смысла. Ну, обозначьте, если что-то совпадает. Пожалуйста. Да, я благодарю уважаемого оппонента Натальи Александровна за ее отзыв и представленные замечания. Поскольку о первом положении выносимого на защиту о месте международного водного права я уже позицию озвучивала довольно детально и подробно, то, видимо, я перейду к второму озвученному уважаемому оппонентам вопросу по существованию обычных норм. Следует отмечить, что вопрос о существовании обычных норм в международном праве носит комплексный характер. И с 2012 года вопрос о формировании и доказательств существования международного обычного права включен в программу работы комиссии международного права. В текущем году КМП был принят текст проектов выводов о выявлении международного обычного права. КМП сошлись во мнении, что международное обычное право по-прежнему является важным источником международного публичного права. В статье 38 статута Международного суда говорится о международном обычае, как доказательстве всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы. В этой формулировке отражены два основных формирующих элемента международного обычного права – «Всеобщая практика и признание в качестве правовой нормы», также известной как «Опинио юрис». Такой подход подтверждается, среди прочего, в прецедентном праве международного суда, который ссылается на два условия, которые должны быть выполнены, и неоднократно указывают, что существование нормы международного обычного права требует наличия устоявшейся практики в сочетании с «Опинио юрис». КМП также отмечает, что требования в отношении наличия всеобщей практики означает, в первую очередь, что практика государств способствует формированию или выражению норм международного обычного права. Кроме того, к подобной практике может быть отнесена также практика международных организаций. По вопросу о выявлении международного обычного права существует масса материалов, включая прецедентное право и научные труды. Применительно к международному вводному праву следует отметить, что большинству авторов сходится во мнении, что именно хельсинские правила, разработанные Ассоциацией международного права в 1966 году, вскоре после принятия, признаны международным сообществом в качестве обычных международных правовых норм в области использования трансграничных водотоков. Вплоть до принятия 30 лет спустя Конвенции ООН, хельсинские правила оставались единственным наиболее авторитетным и широко цитируемым сводом правил, регулирующих отношения в области использования и защиты трансграничных водотоков. В хельсинских правилах нашли свое отражение такие основополагающие принципы международного вводного права, как справедливое использование ввод международного водосборного бассейна и непричинение существенного ущерба прибрежным государствам. По мнению ряда ученых и специалистов, Конвенция ООН 1997 года, как акт кодификации, обобщает различные нормы охраны несудоходного использования международных водотоков, которые ранее действовали в форме обычного права, актов мягкого права, прецедентного права и некоторых общих принципов международного права. Что касается третьего замечания уважаемого оппонента в отношении доктрины ограниченного суверенитета. По ее мнению, подход по доказыванию широкого применения указанной доктрины посредством принятых в соответствии с международными договорами обязательств не вполне обоснован. Вообще, сама доктрина получила широкое распространение и в зарубежной литературе обозначается как «limited territorial sovereignty and limited territorial integrity». Подразумевает, что суверенитет прибрежного государства на свой участок трансграничного водотока не может осуществляться без учета прав и интересов других прибрежных государств. Каждое государство имеет право на использование вод, но при этом обязано гарантировать, что такое использование не приведет к существенному ущербу для других государств этого водотока. Преимуществом такого подхода является то, что оно одновременно признает права государств прибрежно-трансграничного водотока и гарантирует разумное использование вод и справедливое использование всеми заинтересованными сторонами. Таким образом, эта доктрина увязывает принцип справедливого и разумного использования водотока с обязательством непричинения значительного ущерба. Для подтверждения широкого признания доктрины ограниченного суверенитета в исследовании обращалась к современной международной практике, к международным договорам и в частности столкнулась с тем, что определенные виды деятельности на территории Российской Федерации даже без трансграничного контекста должны осуществляться с учетом российских международных правовых обязательств. Так, при реализации деятельности без трансграничного контекста на территории Российской Федерации мы должны соблюдать требования Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях и конвенции о промавариях, которые также имеют отношение к необходимости сохранения трансграничных водотоков. Спасибо. Спасибо. Слово второму оппоненту официальному, Рыловой Марии Александровне, кандидату юридических наук, доценту кафедры международного права МГУ имени Ломоносова. Пожалуйста. Здравствуйте. Я являюсь старым оппонентом по диссертации Рязановой Марии Александровны. И внимательно изучила эту работу. В целом она произвела на меня положительное впечатление. И я не буду, наверное, останавливаться надолго на тех положительных качествах, которые присутствуют, несомненно, в данной работе. Она выглядит целостным исследованием. И даже несмотря на то, что когда читаешь, скажем, региональное сотрудничество и несколько игнорируется опыт, скажем, американского сотрудничества, африканского сотрудничества, все равно задаешься вопросом, а мешает ли это этому исследованию. И приходишь к выводу, что, наверное, это было бы даже лишним. Работа все равно выглядит таким цельным, логически построенным, хорошо структурированным исследованием. И, соответственно, перейду уже непосредственно к замечаниям. Хотя, когда выступаешь в последнем, может слышаться такая ситуация, что некоторые твои замечания, если не все, были уже озвучены. Вот, поэтому я оставила таких два замечания. Вот, опускаю замечания по поводу водного и речного права, которое, в общем-то, не раз уже тут сегодня поднималось. Первое замечание, которое мне хотелось бы сделать, оно немного было затронуто также профессором Валикжаниным по поводу наименования темы исследования, которое звучит как «Правые аспекты многостороннего двустороннего сотрудничества по использованию и охране от загрязнения трансграничных водотоков». В то время как в самих главах, наименованиях главах, термин «охрана от загрязнения», кроме третьей главы, не употребляется, а употребляется более широкий термин «просто охрана». Вот, термин «охрана» более широкий, чем «охрана просто от загрязнения». Поэтому, когда смотришь работу, думаешь, что будут какие-то более детальные исследования в работе содержаться, которые касаются именно загрязнения, там источники загрязнения, вид загрязнения водотоков. Но сама работа говорит, что скорее автор все-таки пытался сосредоточиться на просто охране водотоков, исследовании основных принципов охраны, механизмов, а не охраны от загрязнения. Это первое замечание. И второе замечание, которое я отмечу, это то, что автор оставил, наверное, на мой взгляд, без внимания. Можно было бы тоже рассмотреть вопросы, связанные с использованием и охраной трансграничных озер. Именно и озер, потому что в основном автор рассматривает только речные, так сказать, объекты, можно так сказать, а не озера. Хотя Российская Федерация имеет ряд трансграничных озер, в связи с которыми тоже можно рассматривать эту тему. Спасибо. А, извините, самое главное, работа выполнена в достаточно высоком уровне. Она соответствует требованиям, которые предъявляются к подобного рода работам, является самостоятельным, цельным, логическим исследованием. И, на мой взгляд, ее автор заслуживает при своей ей степени к кандидата юридических наук. Спасибо. Спасибо, Мария Александровна. Как у вас имена совпадают? Теперь вам, Мария Александровна, ответы. Да, спасибо, господин председатель. Я благодарю уважаемого оппонента за представленный отзыв и критические замечания в нем. Что касается заявленного названия охрана загрязнения, да, действительно, предметом исследований является в основном опыт сотрудничества на универсальном, региональном и двустороннем уровне по общей охране трансграничных водотоков. Что касается трансграничных озер, то под самим определением трансграничных водоток, безусловно, понимаются, в том числе, среди прочего, и трансграничные озера, применительно к ним. В исследовании указывается по российскому опыту, что предметом соглашения с Эстонией о сотрудничестве в области охраны рационального использования трансграничных водотоков 1997 года является не только трансграничные водобассейны реки Нарва, но и Псковское Чудское озеро и их экосистема. К опыту других озер я не обращалась в изложении своей работы, поскольку их правовой режим регулирования совершенно разный. Например, что касается озера Ханка, то создан в 1996 году межправительственным соглашением российско-китайским международный заповедник озера Ханка. Сейчас актуален вопрос о водно-болотных угодьях международного значения озера Ханка, находящихся с 1974 года под защитой Рамсархой конвенции. Что касается Каспийского моря, то, как известно, у него особый правовой статус внутри континентального водоема. Переговоры о определении нового правового статуса Каспия только идут, и сотрудничество в различных областях, в том числе в природоохранной, оно, конечно же, развивается у прикаспийских государств, но оно в несколько усеченном формате по природоохранной тематике находится, потому что до заключения основного документа, которым будет конвенция о правовом статусе, например, разрабатываемый протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, к рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, он действовать не будет. Еще одним примером сотрудничества в отношении трансграничных озер является двустороннее соглашение с Монголией о сотрудничестве по трансграничному резервату Упсу-Нурская котловина, где как раз этот резерват создается в том числе в целях сохранения биоразнообразия экосистемы озера Упсу-Нур. Спасибо. Спасибо, Аришнанов. Ну, оппонентов мы заслушали. Продолжаем обсуждение. Есть кто-то, кто бы хотел, желал бы выступить в порядке обсуждения? Да. Профессор Ашавский Борис Матвеевич. Благодарю вас, Сергей Алексеевич. Я буквально несколько слов хотел сказать как консультант. Это довольно необычная ситуация. Меня просто официально консультантом назначили по диссертации. В связи с тем, что у Олега Николаевича не было возможности так часто контактировать с диссертантом. Последние на последнем отрезке. И поэтому я буквально с момента обсуждения диссертации на кафедре и с тех замечаний, которые я высказал там по диссертации, я общаюсь с Марией Александровной, ну, буквально, так сказать, если не каждую неделю, то через неделю точно. А бывает еще не каждый день. Поэтому на моих глазах вот тот текст диссертации, который был подготовлен для обсуждения на кафедре, он за это время претерпел очень серьезные изменения. И позиция автора по ряду проблем, прежде всего теоретических проблем, она каким-то образом была изменена. Ну, не кардинально, конечно, но во всяком случае уточнения там были. И вот мне бы хотел что подчеркнуть, вот как результат такой работы вместе с Марией Александровной. Это ее безусловная, так сказать, вот тяга к исследованиям, то есть интерес к исследованиям. Дело в том, что у практических работников, это, конечно, бывает такое, но я имею в виду тяга к исследованиям. Но чаще бывает, что, значит, уже защитившийся, уже сформировавшийся ученый приглашается куда-то на практическую работу, и там он уже отдает те знания теоретические, которые он получил. В данном случае это ситуация такая, что Мария Александровна действительно заинтересована очень была в той проблематике, которой она начала заниматься. Почему? Потому что это является ее, так сказать, среди прочего, профессиональным интересом. Она участвует в переговорах, причем зачастую она участвует в переговорах как единственный переговорщик. Вот недавно буквально она приехала с Фарерских островов, где она отстаивала нашу российскую позицию по, так сказать, соответствующим вопросам. Надо сказать, что вот этот ракурс, так сказать, вот работы, он очень важен. То есть когда человек и с практической точки зрения заинтересован в соответствующей проблематике, и он хотел бы обосновать какие-то позиции с теоретических, так сказать, оснований, то это приводит, вот, на мой взгляд, к положительным результатам. И я хочу сказать, что даже вот те теоретические выводы, которые содержатся, и мы неоднократно обсуждали эти вопросы, кстати, вот, о, так сказать, о месте вот этих комплексов, этих норм в международном праве, и вот сейчас вот буквально у меня небольшая дискуссия здесь состояла с Рейн Мавичем по этому вопросу, поскольку, ну, вот на, так сказать, этапе подготовки диссертации и так далее многих действительно интересуют эти проблемы. Я имею в виду проблемы, что это, отрасль, это институт, это какая-то совокупность норм или что-то. Когда человек уже проходит значительную часть пути, так сказать, как ученый или как практик, его эти вопросы меньше интересуют, то есть, ну, для него важнее, вот, так сказать, то, что говорил Игорь Николаевич, каким образом интересы Российской Федерации, вот здесь, так сказать, а мы, обсуждая этот вопрос, еще задали вопрос, а что такое вообще интересы-то Российской Федерации, и нужно ли, а может быть, наоборот, нужно, так сказать, высказывать независимую позицию с тем, чтобы, ну, с учетом, конечно, независимую позицию ученого-специалиста, но в данном случае я могу вас заверить в том, что, это Яков Игорь Николаевич, в том, что здесь позиция Российской Федерации учтена полностью, поскольку Мария Александровна с практических позиций смотрит на эти вопросы, участвует в переговорах, и она знает нашу позицию, и она ее лишь подкрепляет вот теми теоретическими положениями, которые, на мой взгляд, интересны, поскольку это неоднозначно все, вот эти, здесь же присутствуют специалисты по речному праву, мы должны вообще, я не знаю, с пиететом смотреть сейчас на Людмилу Васильевну, которая была одной из родоначальниц этого направления, которая занималась международными реками, так ведь, у нас здесь еще есть специалисты, вот они там так в тени сидят, вот, которые тоже занимались этими вопросами, поэтому, на мой взгляд, это очень интересно и с теоретической, и с практической точки зрения. Благодарю Вас. Спасибо, Борис Матвеевич. Кто еще хотел бы выступить? Нет, желаю, а профессор Толмачев Петр Иванович. Спасибо большое, уважаемый председатель, уважаемые члены Совета, коллеги. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу этой диссертации. Во-первых, выразить признательность за постановку этой темы в повестку ученого Совета. Это необыкновенно важная, актуальная тема. И ее актуализация, это в данный момент приобретает исключительно важное значение. По целому, ряд обстоятельств. Российская экономическая наука, юридическая наука, в данный момент, это проблемы неосмысленные и неосознанно, за небольшими исключениями, такими, как вот сегодняшняя диссертация. В результате трансформации Советского Союза произошла колоссальная деградация природоохранных политики на территории постсоветского пространства. И именно под это явление подпадает подавляющее большинство водных ресурсов огромной территории. Это первое вот замечание, которое я хотел сказать. Второе замечание, которое актуальность этой темы вызвана еще тем, что мы получили экономический феномен Китая в качестве соседа. И экологическая угроза этой страны становится де-факто крайне востребованной в контексте регулирования нормами права. По целому ряду обстоятельств эта тема замалчивается. Несколько лет назад в результате произошло колоссальное явление, связанное с экологической катастрофой, с травливанием вод химических, в Амур, и так далее. Я думаю, что это вообще неизвестные факты. Вопрос, кто будет платить за экологию? Это вопрос вопросов. И улучшения в этом отношении ничего не бывает. И очень жалко, что автор не затронул многие вопросы, связанные с экологической катастрофой Цусимы. Ведь вы представляете, сколько смыто, и эти данные замалчиваются. Они не относятся прямо к повестке дня, но имеют колоссальное значение. Но самый значимый факт, о котором здесь автор не... Почему она исключительно включила в эту тему своей диссертации, это, конечно, проблема Байкала. Байкал – это общенациональное достояние Российской Федерации. Но это мирового уровня ресурсная база пресной воды. И когда было принято решение монголами о строительстве гидростанции, которая, кстати, не снята с повестки дня, возникает вопрос, а чем закончится, если они построят этот объект? Это закончится экологической катастрофой. Кстати, очень интересно было бы узнать, что двигало дорогим и любимым Леонидом Ильичом Брежневым вместе с Алексеем Николаевичем Косыным, когда ЦБК разместили на Байкале, и почему его до сих пор не закрыли, и так далее, и тому подобное. Можно было бы продолжать. Но эта тема имеет исключительное значение еще в контексте того, диссертация значительно выиграла бы. Но судя по реферату, и я ознакомился с этой диссертацией, автор обошел проблемы, связанные с индикаторами этой проблемы, экономическими индикаторами. Они хорошо известны науке. Это ПДК, ПДС, ПДВ, ПДУ. Предельно допустимые концентрации и так далее, и тому подобное. В данный момент для Российской Федерации это становится жизненно необходимой проблемой. Почему? Потому что пролоббированные интересы связаны с тем, что в эту воду заливается сейчас совершенно... Попы льют, даже попы льют сюда водопроводную воду по цене 250 литров за 1000 литров, по 250 рублей за 1000 литров. А почему они продают эту воду? Чем объяснить, что Мосводоканал, крупнейшая мировая компания водоснабжающая, не присутствует на рынке бутылированной воды? И так далее, и тому подобное. Я не хочу трогать дальше, но мне кажется, что инкорпорация норм международного права, таких как безопасная вода, доступ к воде, нерациональная эксплуатация, это крайне актуально для домашних хозяйств этой страны, которая называется Российская Федерация. Московское правительство в Московской области пролоббировало закон о налогообложении индивидуальных скважин на дачных, в загородных домохозяйствах. Я хотел бы узнать, найдите мне хотя бы одну норму, которая регулирует доступ к воде через индивидуальную скважину домашнего хозяйства. Доступ к воде – это норма международного права, положение, конвенция международного права. Почему его нет в национальном законодательстве? В любом случае, я хотел бы сказать, что диссертация имеет исключительно актуальное, практическое значение. Я хочу сказать, что автор даже в постановочном плате это добротное, эмпирическое исследование этой проблемы имеет исключительно прикладное значение. Поэтому я буду голосовать за эту диссертацию. Спасибо. Спасибо, Петр Иванович. Кто еще хотел бы выступить? Нет желающих. Тогда, Мария Александровна, вот в ходе обсуждения подозвучали некоторые замечания, предложения. Очень коротко, пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо, господин председатель. Я благодарю уважаемых членов диссертационного совета за высказанные позиции и в качестве короткой реплики на высказанное пожелание Петром Ивановичем о необходимости рассмотрения в том числе в рамках двустороннего сотрудничества проблем, возникших с Монголией. Да, действительно, я в курсе этих двусторонних проблем по планируемому строительству гидроэлектростанции на реке Селинга, которая может воздействовать на изменение стока данной реки, принципиально важной для сохранения экосистемы озера Байкал. Этот вопрос находится на повестке дня, рассматривается на высшем уровне и сейчас прорабатываются дополнительные, возможно, взаимоприемлемые развязки по поставкам определенного объема электроэнергии для Монголии на безвозмездной основе, которые могут быть интересны для республики Монголия с тем, чтобы не... как бы... ну, нам хотелось бы отказаться в полном объеме от планов по строительству указанной гидроэлектростанции, поскольку ученые и гидрологи сходятся во мнении о существенном влиянии проекта строительства данной ГЭС на реке Селинга на будущий сток, его уменьшение прогнозируемое и само ухудшение состояния водных ресурсов. Что касается вопросов о предельно допустимых концентрациях и экономических индикаторов, данный вопрос рассматривается в работе сугубо в аспекте права человека на доступ к безопасной чистой питьевой воде в рамках протокола по проблемам воды и здоровья ЕКОН и протокола о регистрах выбросов и переносах загрязнителей. Также использование европейского опыта Российская Федерация является участником протокола по проблемам воды и здоровья и ежегодно отчитывается перед институциональными механизмами ЕКОН по предельно допустимым концентрациям ввод. А в протоколе о переносах выбросов и регистрации загрязнителей на данном этапе Российской Федерации не участвуют? Да, безусловно, мне кажется, это было бы полезным использование данного опыта. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Тут еще вопрос очень важный был о скважинах на участках. Я не знаю, правда, как здесь соотнести с международным правом, но, видимо, в дальнейшем это как-то нужно учитывать, потому что скважина это ведь государственная вода, ведь это недра. Хорошо, если больше нет вопросов, тогда переходим к тайному голосованию. Андрей Андреевич, как обычно, три человека, да, комиссия? Да, нам для тайного голосования необходимо избрать комиссию в составе трех человек. Есть предложение? Все согласны. три человека. Да, по количественному составу нет возражений? Нет возражений. Персонально, персонально есть предложение избрать в состав комиссии Малеева Юрия Николаевича, Кремнева Петра Петровича и Толмачева Петра Ивановича. Самоотводов ни у кого нет. Петр Иванович, вы слышали, да? Вас, счетную комиссию. Согласны, да? Замечательно. Возражений нет под предложенным кандидатуром. Да, тогда утверждаем. Значит, я хочу предварительно сделать небольшое, так сказать, замечание. Если кто-то желает проголосовать за, то в бюллетене нужно вычеркнуть слово нет. Если кто-то хочет проголосовать против, то нужно, соответственно, вычеркнуть слово да. во время голосования прошу не покидать стены этого замечательного зала. Спасибо. Так, вот у Андрея Андреевича здесь... В бюллетене есть примечание, где указано, как правильно голосовать. Поэтому, если будут вопросы, можно прочитать, там есть ответы на эти вопросы. Счетная комиссия тогда приступает к работе, да? А, сейчас мы раздадим бюллетень, а, соответственно, после этого комиссия приступит. Продолжение следует... 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 считайте я пока запишу андрей помоги мне спасибо за просмотр Продолжение следует... 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 Продолжение следует...